Иногда беспредел бойцов заходит слишком далеко, и они добивают соперника, который уже без сознания. А иногда благородство воина возвышает его до заоблачных небес, и он сам отказывается добивать оппонента, который уже не отвечает. Но рефери, будучи слепым или некомпетентным, сам не останавливает бой, выжидая, пока бойца отправят в глухой нокаут. Привет, крушащие кулаки огненных мурашек! Вы на канале Муайтай Сикеяя Федорович. Покажу вам настоящих воинов, которые отказывались добивать поверженного соперника, пока рефери добывал полезные ископаемые у себя в носу и делал вид, что все нормально. А начнем мы с боя Роя Джонса против Брэнона. Это был довольно скоротечный бой, в котором с первых секунд Джонс захватил полное преимущество и избивал Брэнона как хотел, отправив того в нокдаун уже в первом раунде. Во втором преимущество Роя стало настолько фатальным, что Брэнон пропускал практически все, что в него летело, а после нокдауна вообще перестал защищаться. Джонс после очередного обстрела отошел от Брэнона и сказал рефери, что тот не защищается. Но реф ответил, продолжай, он еще стоит. И Рой продолжил двумя ударами, после которых он упал. Я считаю, что бой нужно было останавливать гораздо раньше, так как соперник уже не защищался, а получал в голову кучу лишних ударов. А как думаете вы? Переходим к Беллатору и поединку между Джорджем и Варгасом, который судил, наверное, худший рефери, которого можно было найти за бутылку. Брэнон пропускал! Брэнон понимал, что боец может потерять сознание. Но во всей этой истории Варгас оказался красавчиком. В этой битве отчаянных кикбоксер мы также увидим сверхмастерство и благородство. После жесткого миддлкика боец в синих перчатках подсела и уже не могла защищаться. Но рефери бой не останавливал. И боец в красных перчатках имела полное право продолжать наносить удары, чтобы нокаутировать оппонента, а не дать ей восстановиться после нокдауна. Но китайское воспитание не позволило пойти на такой поступок. Для нее свет Будды важнее сияния золота. Уже нанося хайкик в голову, она остановила удар в полете и забрала ногу, чтобы не добивать оппонентку. Такая остановка удара требует большого мастерства. Бой между Пантенко и Ризором на полупрофессиональном турнире стал довольно неожиданным. Пантенко в белых шортах полностью доминировал в бою. Избивал Ризора как хотел. Залетало все. И руки, и колени, и бэкфисты. Но потом он сделал что-то невообразимое. Да, вы все правильно поняли. Он встал на колено и сдался. Потом в интервью он рассказывал, почему так сделал. Я понял, что он не готов драться со мной, а моя подготовка гораздо выше, чем его. Мы аматоры, которые не получили за этот бой деньги. Мы дрались бесплатно. Я знал, что этот бой закончится тем, что я отправлю его в больницу или нанесу серьезную травму. Я почувствовал себя ужасно и решил просто сдаться. Нужно отдать должное Ризору. Он понимал, что проиграл этот бой и поднял руку Пантенко, признавая того победителем. А что вы скажете про такой поступок? Отдать победу оппоненту, чтобы его не калечить. А в этом боксерском бою Монсона против Вальдеса мы посмотрим на благородный поступок. Сам бой проходил в довольно равной манере, но во втором раунде Вальдес отправил Монсона в нокдаун. Правда незначительный. И Карлос сразу встал. Но в третьем раунде произошла довольно интересная вещь. Монсон загнал Вальдеса в угол и он там подскользнулся, оставшись к чемпиону боком и не имея возможности защищаться. Рефери также не остановил бой. И Монсон имен полное право пробить свои мощнейшие удары. Но он не стал этого делать. А отпустил руки и вежливо подождал, пока Вальдес развернется и сможет боксировать. Вот это старая школа благородства. А вы бы могли сдержаться, когда на кону пояс чемпиона? У нас снова бокс и бой между Виллисом и Тато. Виллис полностью доминировал в поединке и делал все, что хотел. Уже в первом раунде он загнал Тато в угол и просто стоял и бил так, как хотел. Периодически поглядывая на рефери. Но тот тоже стоял и смотрел. Нужно сказать, что Тато оказался крепким парнем, который хоть и не боксировал, но удар терпел и падать отказывался, достояв до конца раунда. Во втором раунде все повторилось как под копирку. На этот раз рефери также смотрел и стоял. А потом ему, наверное, уже крикнули боковые судьи, что хорош, и он остановил бой. После чего Виллис высказал ему парочку нелицеприятных слов. Он ведь тоже не садист и избивать соперника, который не защищается и не отвечает, не приносит ему никакого удовольствия. Эйрес против Ригби в чемпионском поединке показали зарубу, которая была признана в Британии боем года. В десятом раунде Ригби был очень избит, все лицо в сечках и сломанный нос. А Эйрес продолжал точно попадать. Но под конец раунда Эйрес уже не хотел добивать разукрашенного и явно поврежденного соперника. Поэтому постоянно разводил руки и показывал рефери, мол, сколько можно, пожалей пацана. Да и сам Ригби также начал своим поведением показывать, что его жалеют и так боксировать нельзя. В общем, на последних секундах раунда до рефери дошло, что пора этот бой остановить. Лэри Холмсу в бою против Марвиса Фрейзера, сына того самого великого Джо Фрейзера, также пришлось упрашивать рефери. Уже в первом раунде Лэри провел отличный правый кросс и отправил Фрейзера в нокдаун. Марвис встал, но уже боксировать не мог. Холмс зажал его в углу и после каждого одиночного жесткого удара смотрел на рефери. В ожидании, что тот остановит бой. Ведь Марвис уже не защищался и не отвечал. Ждать пришлось ни один и ни два удара, пока рефери не понял, что это действительно все. А закончим мы сегодня поединком Джекса против Вильямса. Первые три раунда были равными, но в четвертом Вильямс начал склонять чашу весов на свою сторону. А в пятом начал настоящее побоище из невероятных комбинаций. Шарп, чолдинг пунчейс by Ike Williams. Вильямс pouring it on, a barrage of punches. Bojack is in trouble. Bojack стаггерс backwards into the corner. Вильямс pouring it on. Чолдинг пунчейс, gripping combination. Вильямс ask the referee to stop the fight. And the referee finally steps in. Вильямс прекрасно понимал, что Джекс уже находится в отключке, а стоит на ногах только благодаря канату и боксерской держалке. Он умоляюще смотрел на рефери, который, к сожалению, этого не понимал. Через «не хочу» Вильямсу пришлось ударить еще пару раз, чтобы безголовый рефери убедился в том, что Джекс никак не защищается и не отвечает. И только потом остановил бой. Что скажете про таких благородных бойцов и как, по-вашему, нужно поступать с такими рефери? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Пускай также узнают про бойцовское благородство. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.